Друзья мои, приветища! Вот у нас очередное воскресенье, очередное время заняться фордом фордом F-150 и сейчас поехали на джанку, время уже 11, нам 55 минут до нее ехать ну, грубо говоря, в 12 мы приедем туда, посмотрим, можно там снимать нельзя, не знаю, я первый раз на джанк-ярд еду, сложность была в том, что джанк-ярдов много вокруг, есть ближе, в разы ближе есть но не работают они в воскресенье, а которые в субботу работают, но они работают где-то до двух, а я в субботу работаю до трех поэтому тоже не вариант был, и, соответственно, вот нашел джанку, которая работает в воскресенье, у которых есть в наличии форды F-150 один лариат точно есть, вот комплектация, как у меня, и поедем, посмотрим что мы там сможем купить, что мы там сможем найти, по какой цене, я не знаю, самому там снимать на детали либо они будут снимать, ничего не знаю, ничего не могу рассказать, то есть уже будем по факту то есть там посмотрим и по факту будем говоряться, разбирать пока ищем мы, вот мы приехали, немножко поснимаю, пока Юля не может вот так вот это все выглядит люди разбирают, приезжаешь со своим инструментом ищем как пройти к нужной машине вот так вот ищем мы... Да. Ну вот она, Джанка. Масштабы. Нашел на 150-го. Вот она стоит фордик. F-150. Сейчас она стоит. Ребята, в российском стойку сняли. За стойку они искали 75 долларов. Снимут сами, мне право, я нужна. Воздушный фильтр я нашел. То есть вот он, корпус весь. Полностью вся эта лабуда. Вот это. Это вот все вставляется в крыло. Вот оно все. Все в сборе, все четко. Даже снимать не пришлось. Кто-то двигатель отсюда снимал, аккуратно в салон положил. Спасибо доброму человеку. Вот такая вот аппараты тут стоят. Ну что, как-то так. Ладно, продолжаем. Дальше поиски запчастей нужных там. Мне еще, наверное, решетку радиатора найти. Но это тяжело будет, я так понял. Фонарь. Фонарь у меня целый. Вон Escape стоит. Пойду сейчас посмотрю, может, с Escape что-нибудь дерну. За вот этот пластик, по-моему, 25 долларов. Но я точно вам цены скажу уже, когда закончу. Ну, черный Escape стоит. С мотором. Типа фильтры у него. Кстати, я на самом деле не менял. Не видел еще. Такое вот состояние. Интересное. Морда разобрана. Подножки боковые, кстати. Пороги есть. Они поломанные. По салону. По салону мамой прошел. Все вытряхнули из салона. Вот, кстати, крышку багажника посмотреть на нем. С люком. Сейчас крышку багажника гляну. Я на моем подход, цена. Такая здесь. Иди, пипец. Ну, ладно. Вот этот жанк работает в выходной. Flex Fuel, но это Limited. А, ну, тоже вот она. Такая же, да. Так же, вот они, рыжики. Вот такая не пойдет. Но больше нам, в принципе, ничего и не надо. А, Limited, это у нас тоже Limited. Имитированный тоже такой же, короче. Опа, шабик. Я не помню, в моем есть шабик, нет? Ну, посмотреть. В общем-то, как-то так. Ничего интересного. И где-то здесь еще 150 стоит, пока я там искал запчасти, прошлась, нашла. Он старый Escape стоит. Короче, тачек полно. Американский полно он. Dodge, Charger. Кто это? Charger стоит. Жалко, не Challenger. Он девчонки не ходит. Я говорю масштабы, пипец. Но... Некогда мне тут гулять, разгулять. Поэтому я вот то, что мне нужно, беру. А это конкретно вот этот пластик, который я говорил. Вместо нулевика. И все. И сейчас попрошу, чтобы стойку сняли. Вот еще немножко вам поснимаю. Вот, смотрите, тут машины какие стоят. Если тут, честно, тут ходить неудобно. Смотрите, как грязно. Лазишь тут, как этот. И ищешь, ну? Я вообще вберу. Он Юра для вас снимает. Нет. Все, друзья, вышел из джанки. Такая огромная джанка. Такой вот я. Надевайте, посмотрим, что я купил. А купил я. Корпус воздушного фильтра. Труба вот эта, отходящая от него, которая в крыло уходит. И вот этот подлокотник, ящик. Это в белого эскейпа. Марина увидела, вспомнила, что у нас нет. И трубку. Трубка на... О, как он? На сапун. Вот. Вот за это все сколько мы отдали? 37. 37 долларов. Вот за это пластик мы отдали. С датчиком все как нужен. Ставь, подключай, все будет работать, все четко. Чего-то не хватает, да? Я тоже так думаю. А знаете, чего не хватает? Стойки не хватает в передней правой. Я говорю, все окей. А где стойка? Я говорю, ну, я когда зашел, попросил сразу, что вы снимите. Он говорит, окей, 75 долларов. Я говорю, не вопрос. Снимайте, я куплю. Сейчас подхожу, говорю. Он мне цену называет. Все в чем, стойка, растойка. Так где ты мне? Покажи. Так ее, говорит, завтра снимут. Блядь, мне час сюда ехать, час обратно. Ее снимут завтра. Не, ребят, я так не играю. Проще на eBay купить. Я не знаю, то ли новая, но какая-то очень-очень дешманская, то ли бэушная. Хер его знает, что не смотрел. Но, короче, на eBay я так вот тогда леснул мельком. 100, 110, 120 долларов цена. Стойка вместе с амортизатором. То есть проще тогда на eBay купить, потому что терять один рабочий день я не хочу. Это не в моих интересах. То есть тут же, видите, соотношение зарплатное, считать. У тебя хорошая зарплата, смысл терять рабочий день, когда можно переплатить 30 долларов, заказать, грубо говоря. 30 долларов, грубо говоря, час работы. Нашли меньше. То есть проще заказать на eBay и придет домой. А вот этот пластик я на eBay искал, не смог найти комплект. Поэтому пластик этот я купил. Ну и для себя просто побывал на жанке. На эту жанку я больше не поеду, потому что мне не понравилась она. Как-то грязненько здесь. То есть будут другие жанки искать, все равно надо иметь на примете какой-то джанкерф. Потому что так, мало ли, какая-то мелочевка нужна, съездил, взял. То есть надо иметь на примете. Как-то так. Все, друзья, вот мы и дома. Вот там стоит фордик. Решетки радиатора на джанке не было. Я так понял, ходовой товар в первую очередь летает. То есть фару проще найти, чем решетку. Ладно, решетку я закажу. В то же время 90-100 долларов стоит. Точно скажу уже, когда закажу, придет по ценам воздушный фильтр. Нет, гараж открытый. Вот у нас лежит воздушный фильтр. То, что я купил, все пока сюда сбросал. Здесь вот нулевик отлежит, стране господня. Это здесь лежит пока. Удобный ящичек соблюдать, барахло. Давайте я вам покажу, как себя коллектор чувствует. Жена мне ходит и бродит. Поздоровайся. Здравствуйте. Помощник мой. Вот так вот замазка себя чувствует. Как камушек. Сейчас попробуем его запустим. Интересно. Дало-не дало результат. Запустить, послушать. Вообще, что из этого вышло. Первый раз такой фигней занимался. Ну и стойку. Стойку тоже буду заказывать. Сейчас поищу, посмотрю. БУ или новую, без разницы. То есть лучше, конечно, БУ. Чем дешевле, тем лучше. У них интересно сделать его, но сильно не вкладываться. То есть я его себе не собираюсь вставлять. А у них эта болячка, наверное, потому что я много видела вот со столом на этой жены. Там на джанке? Да. Потому что я же ушла, тебя смотрела тоже. Ну, видимо, проблемная. Везде, кстати, вот в этом месте внизу. Так их эксплуатируют. Их же не жалеет никто. Да и правильно нафиг его жалеть. Это работяга. Так, ладно, запускаем. Давайте вместе запустим его. Ой, эту штучку паница. Да, вот в эскейпе купили. Подлокотник в белом не было. Там есть, но половина одна. Ну да, эта вот часть вставляется в подлокотник. Да. Так, не пищи. Как тут грязно, аж садиться неохота в чистом сюда. Ой-ой-ой. Так, на паркинге. О, слушаем. Тишина. Так, давление масло окей. Зарядка окей. Тихо. Пойдя, где посмотрим. Так, вопрос, насколько долго это тихо будет длиться? Ну, так-то вроде где не сидят. И за, по-моему. Ну, да. Посмотрим. Толка доделаю, покатаюсь. Посмотрю. Ай, бля. Уже нагрелся. Две секунды он горячий. Красота? Да, я держалась. Посмотрим тогда, как это будет сочувствовать. Так, это не трещина, это какая-то грязь. Ну, это все отмоется. Ну, мысль, что будет. Все, остались проблемы у нас. Стойка рулевая. Сейчас надо карданчик рулевой проверить. Пусть помолотит маленько. Сейчас открою карданчик, посмотрю. Видите, в прошлый раз маленько батарейку взбодрил. Сейчас заводится карданчик. Вроде не похоже, чтобы он заклинивший был. Видите, вроде шевелится. Там тоже шевелится. Там она внизу. Станно. Что тогда может быть? Кто мне скажет? Ладно, будем посмотреть. Масло. Масло уровень. Окей. Загадку с рулевым еще надо будет решить. Ну что, пришли у меня все посылочки. Ой. Вот это вот все. Это вот для него. Это я сегодня купил, съездил. Съемник. Для рулевых наконечников и рулевых тяг. Такой вот съемничек. Шаровый, не шаровый снимать. Вещь классная в принципе. Переставляется. То есть на большие, на маленькие. Окей. Ключи с трещотками. То есть. Понимаете, да? Тоже вещь нужная. Метрические пока взял. Надо будет еще дюймовые взять. Удобненько вот они в кейсике. Так же. Мои любимые лайфтайм варанти. Пожизненная гарантия. Без проблем. Ну что, по порядку начнем. С какой-нибудь коробочки. Давайте. Наверное, с самой вот этой. Самая тяжелая. А что такое? Вот так. О! Сколько тут маленьких коробочек. И тут у нас пришло. Рулевой наконечник. Окей. Так, и судя по номеру, это тоже лонжи. Далее. Что тут далее? Тяги стабилизатора. Кстати, все шприцуется, все обслуживаемое. Бля, делаю как для себя его. Ниже. Это у нас, скорее всего, нижние шаровые. И, кстати, не факт, что буду менять, но они комплектом шли. Верхние точно надо менять. Да, это нижние шаровые. Я посмотрю, как они слегка выбиваются, так я поменяю. Потому что я не хочу снимать рычаг. Так. И верхние шаровые. Они с рычагами в сборе идут. Вот такая вот байда. Целентблоки, рычаги, все в куче. Я все покажу, почему я заказал это все. Да, мне там писали, что не надо его так нависывать. Но я делаю так, как хочу. И то, что писали, естественно же, зрители знают лучше, за сколько продастся. И все. Сколько ты заработаешь. И поэтому не буду я никого слушать, сделаю так, как считаю, нужно. Это у вас раз. Далее. Раз, два. Что такое? Че это такое? Ну я знаю. Я особо не знаю. Это с Амазона пришло. Я понял. Все с Амазона приехало. А, это карданчик рулевой, походу. Да. Это у нас рулевой кардан пришел. Да, вот он. Рулевой карданчик. Все супер. Там болтик внизу. Все классно. Так. Окей. И сюда. Ой, блин. Старостная радость. Это на мою машину. Это, скорее всего, Анна, белого. Да, это гайки пришли. А, кстати, колеса. Вы видите, колес нету на заднем фоне. Те, которые я с белого форда снял, я их продал. Да, вот они, гайки пришли. Видите, такие маленькие. Конус. И вот. А что их так много? 20 кг. И место, куда будет колпачок защелкиваться. Потому что колпачки я до сих пор не поставил у него. Это у нас форда беленького. Так. Самая интересная мне деталь пришла. А мне другая интересная деталь. А, решок? Да. Грил? Да. Ты как мандал коробки открываешь. А мне ее что, хранить, что ли? Ну, что, на переработку пойдет? Так, пришла у нас стоечка. Передняя, правая. И вот единственный минус с этой стойкой в комплекте идет еще тяга стабилизатора. Ну, будет в запасе у меня лежать. То есть дверь мне пришла в том наборе. Одна пришла со стойкой. А, здесь детично. Вот она, стоечка с пружиной вместе. По адекватной цене. То есть, вот на примере стойки вам скажу, на джанке просили за бушную 75 долларов. Вот это мне вышло 95 долларов. 20 долларов разница. Милое дело. Вообще, на джанке было очень много именно вот таких же сломанных стоек на машинах. Потому что я сама, когда я тоже смотрела, искала, где эти стойки есть. Нереально все вот именно в этом месте сломаны. Короче, вывод для себя я сделал, что на джанку можно ехать вот, например, вот то, что мне надо было вот этот кавер пластиковый купить на воздух, на фильтр. Да, согласен. Туда можно съездить купить вот такие детали. Или там какую-нибудь пластмассинку надо, такую вот специфическую. Можно. Ну, а вот, например, вот это не надо. Ну и теперь самое интересное. Вот, это мне интересно было. Это прям то, что я ждал. На джанке, кстати, ни на одной машине нет решеток. Все снятые лежат отдельно. Так, болтины крепления присутствуют. Проводка присутствует. А зачем ей проводка? Три фонарика подключить. И вот он ставится сюда, сюда. А как? Ну, неплохо. А что в надписи форк нету? Потому что это автор маркет, это не оригинал. И цена от оригинал. Там, кстати, под одним из видео про Товинг, по-моему, был комментарий, почему ты не говоришь на английском. Ну, во-первых, если я что-то говорю, какие-то слова на английском, у людей почему-то знатно подгорает. Ну, это же вражеский язык, я вот к палку. Это же патриотизм головного мозга у некоторых. Во-вторых, у меня еще нет того уровня английского, чтобы я спокойно, свободно разговаривал. Но я к этому приду. Вот крепления, кстати, решетки, брекеты все. Все в комплекте. Тоже что-то вышло 85 долларов. То есть, нормальная, адекватная цена. И все. В принципе, все вот это мне пришло. Сейчас это все надо установить. Суды. Я надеюсь, я закончу. Друзья мои, чуть-чуть подразобрал. Ну, рулевой наконечник. Тыка вот отсюда. Стоечку снял. И, соответственно, теперь я могу только рычаг снять. То есть, пока стойку не снимешь, рычаг-то отсюда не снимешь. Смотрите, сейчас я рычаг сниму. И покажу вам. Так, это сюда, это сюда. Отдай, отдай, пожалуйста. Вот, смотрите, шаровая. Видно вам, нет? Ну, как можно машину с такой подвеской продавать? Чтоб человек убился где-то. Я не хочу, чтоб кто-то убился. Это полбеды. Смотрите. Стойка. Цепь 150. Стойка с моей машины. То есть, надо вот эту проставку сейчас снять. Наверное, в таком ржавом состоянии. Переставить туда. Окей, не проблема. Беда в том, что одна шпилька сломалась. Но это тоже не беда. Откручу. Если не открутится, уязву на работу, отрежу. Здесь шпильку переварю. Болт варю сюда. И окей. Сейчас главное снять. Попробую снять. Не снимется, но уязву на работу, отрежу просто и всё. Вообще без проблем. Потому что, ну вот разница в высоте. Вот сколько здесь. Пара ничей есть. Так что. Вот так вот. Не всё так весело, как хотелось. Идётся переставлять. Далее. Чё здесь у нас далее? Рулевой наконечник. Так же себя чувствует. Короче, плохо ему очень. Вот прям. Слышно. Брякает. Ну, стабилизатор. Раз у меня есть новый, тоже заменим. И всё, в принципе. Нижние шаровые на удлинение целые. Поэтому их, скорее всего, не буду перепрессовывать. Хотя они есть. По идее, это вот стопорное кольцо. Её вниз выпрессовываешь. Но это же надо снимать рычаг полностью. Вести его на пресс. Потому что дома его перебивать это будет пипец. Надо аккуратненько перепрессовывать. Поэтому, наверное, они старые останутся. Здесь вот так вот всё выглядит. Чуть-чуть дружавая. Отфигня. Рама тут такая серьезная. Так, ну что. Вот она, левая стойка. Здесь все три шпильки целые. Всё чётко открутилось. Тут такая же беда. Вот она. Всё. Ну, здесь сейчас всё собираем обратно. То есть, без проблем. А вот там. Там надо будет повозиться. Скорее всего, завтра будут собирать. Ну, окей. Ничего страшного. Нижняя шаровая зараза также не ходит. Не знаю, как это объяснить. Нижняя шаровая себя чувствует окей. А вот верхнюю хорошо оттраховала. Ну что, друзья. Слева готова. Рулевой, наконец, новый. С доводницей. Рычаг новый. Установленный. Затянутый уже. То есть, затянул его в рабочем состоянии. Потом прожал. Затянул здесь. Всё окей. Стабилизатор. Новый. Всё. Слева мы закончили. Всё готово здесь. Целиком полностью. Всё затянуто. Наконечники по длине. Точно такие же, как родные. Поэтому выставил лаймом, как было всё. Сохождение. Вот опять ругаться будете. Старая стойка. На багажник выбросить. Какие болты. Срезать. Один болт заменить. Который обманулся. Можно себе три заменю. Сварить и собирать. То есть, сейчас уперся в это. Пока. Это, видите, лежит здесь. Стабилизатор заменил уже. Тоже, видите, с пасленкой. И рычаг. Ну, рычаг пока так. Нажулил только. Потом всё соберу и уже потом зафиксирую. Ну и пока вот в этом процессе застопорился. То есть, пока так. Сейчас на дочку ещё отвезти. Лёвка, гулевань не поехала. Отвезёмся свою гулеванить. Не посмотрим. Может, на работу заеду. Сегодня, воскресенье. Отрежу это всё. Переделаю. А может, нет. Видно будет. Ну что, друзья. Сгоняли мы на работу. Быстренько. В общем-то, вот он, новый болт. Вот она, проставочка. Вот я вот прихватил. Всё. Мадень завод. Ставим обратно. Сейчас соберу эту сторону. Скидаю всю. Всё. Установлено на место. Проставка дома. Можно инсталлировать на автомобиль. Стабилизатор уже стоит новый. Сейчас быстренько втыкаем, собираем. И дальше покажу, что я задумал. Всё. Новый рычаг установлен. Затянут. Причём затянут не в таком положении. В самом нижнем. В рабочем. Потом я его вдавил. У меня церапины. Прожал. Затянул. Наконецчик новый. Стойка новая. Пружина новая. Стабилизатор новый. Готово. Ничего сложного в этом нету. Проставка. Вот она и видно. Всё тоже здесь сверху затянуто. Можно с этой стороны подклывок уже ставить. Всё. Здесь закончил. Всё. На беленьком тоже закончил. Больше с беленьким делать нечего. Но только если затонировать его. Колпачки установил. Гайки заменил. Всё. Супер. Добро пожаловать во второй гараж. У нас идёт процесс подготовки к покраске. Я их почистил. Прошёл щёткой полностью. Наш рупер щёткой. Вот такая. Полностью прошёл. Сейчас покрасим их в розовый. Будет офигенно. Ставит такой пацанский такой трак на розовых дисках. Ну красиво будет. Пороче, мотоцикл в розовый красить. Да, да, да. Так что. Сейчас вот карты вставляем, чтобы резину не зафакать. Будем красить. Будет блястеть. И тормоза тоже пойду покрашу. Суппорта. Краску съездили купили. Это у меня для суппортов. Вот такая вот красненькая будет. Вот такая вот краска. Это у нас для дисков с металликом. С металликом. Тут же два баллона. Ну, чтоб хватило. Лучше пускай останется. Но она прикольная такая. Цвет интересный. Посмотрим, как он будет. Скотч малярный. Не пригодился. Пригодилось три колоды карт. Сколько? Две с половиной ушло, да? Вот так вот. Все. Можно красить. Ну что, друзья? Зацените. Я думаю, вот так он гораздо лучше выглядит, да? По-моему, офигенно. А колпачки средние, они хромированные. То есть их не будем ничего красить. Сейчас два-три слоя дам. И будет шикарно. То есть их прям преобразился. Крайне мне нравится. Ну все, друзья. Колеса заодно сделал ротейшн, который стоит спереди. Их поставил назад. Заду наперед. Состояние. Просто огонь. Это Goody. Made in USA. Красные суппорта. Смотрится просто бомбезно. Давайте с этой стороны посмотрим. Офигенно. Колпачки только неправильно захопнул. А, переделать бы. Видите, вот этот прорезь должен вот здесь быть. Промахнулся. С правой стороны слева. Уже увидел, потом слева сделал правильно. Так вот. И сзади так же все. Это старые запчасти лежат. Сзади так же суппорт красный. Диски смотрятся прям шикарно, я бы сказал. Эти колеса стоят спереди. Но они тоже в офигенном состоянии. Но. Чуть-чуть есть разница в износе. Поэтому эти ушли назад. Эти ушли вперед. Это нормально. То есть ротейшн надо делать. Основной привод у него задний. Перед уже подключается. В основном есть на заднемся. Подвесочка новая. Шикарно. Вот такой вот фордера. Сейчас еще на рулевой карданчик поменять. Типа высоченный. Офигенно. Карданчик рулевой поменять. И-и-и-и. И решетку поставить. Вот сюда. Грил. Фронт грил. Капот это худ. Решетка это грил. Решетку поставить. И еще фонарики на ней подцепить. Будет красиво. И помыть. Да, и помыть соответственно. Но это уже финиш будет. То есть сейчас на подкрылок я тоже справа поставил. Все подкрыл. На месте уже стоит. Все закрыто. Все классно. Ну все, друзья. Пока-пока. На сегодня хватит. У нас уже ночь. Блин, уже 11 час. В воскресенье. Поэтому хватит сегодня. Говорятся. Завтра, наверное. Наверное, я поменяю рулевой кардан. Завтра еще в планах съездить еще одну машину посмотреть. Это потом. Потом все увидите. То есть тоже интересная машинка выскочила. Я по ней написал. Мне ответили. Не знаю, дождется на меня нет. Говорят, что только завтра после пяти могут показать. Как бы я готов предоплату скинуть. Что я ее точно заберу. Но что-то человек молчит. Поэтому завтра будет завтра. Окей. А по этой машине... Завтра, кстати, у нас день Колумба. Праздник. Поэтому... Ну, у нас рабочий день. То есть работаем много. Завтра работаем. Вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok